Привет, с вами Велсаком. Цифровое сопротивление. Вот уже вторую неделю мы с вами противостоим Роскомнадзору, который хочет заблокировать мессенджер, но в итоге порушил весь Рунет. У меня не работает до сих пор PlayStation Network, я не могу зайти в магазин, у меня не грузится вложение в Gmail, и я уверен, вы тоже сталкиваетесь с проблемами. То тут, то там что-то не работает. И это очень грустно. И несмотря на бессилие Роскомнадзора, ведомство изменило тактику. Сейчас действует несколько иначе. И вы знаете, несмотря на то, что мы с вами уже говорили на этот счет, собственно, по ситуации давайте обсудим новости. А главное, я нашел две игры в PlayMarket, и не у всех он работает, к сожалению, но тем не менее, они очень смешные и отражают то, что сейчас происходит. Давайте о них тоже поговорим. Поехали. Радостная новость, друзья мои. Наконец-то в Роскомнадзоре поняли, что все те меры, которые они принимали все это время, не действуют на мессенджер Telegram. Рунет сломан, куча сервисов заблокирована, IP заблокирована, мессенджер работает. В общем-то, откатили назад, разблокировали часть IP Amazon. Должно быть попроще. Вроде как, Рунет перестала штормить настолько сильно, но до сих пор все еще есть проблемы то тут, то там. И никогда не знаешь, это конкретно сейчас Роскомнадзор шалит? Это просто интернет не работает? Или еще что-то третье? Вторая радостная новость. На Роскомнадзор подали в суд. Подан первый иск от частных предпринимателей, которые говорят, что все это время действия Роскомнадзора наносили мне вред. У меня есть убытки. Я недозаработал здесь, я потерял тут и так далее. Я думаю, что таких исков будет больше. Потому что когда Роскомнадзор говорил, что действия по блокировке мессенджера нам ничего не стоит, то как бы это не совсем правда, потому что мы действительно разве что страдаем. И второй момент, это теряем деньги, потому что если Роскомнадзор окажется виноватым и суд обяжет их выплатить деньги, то это будут наши с вами деньги. То есть все это время Роскомнадзор кошмарил Рунет, мы страдали, а теперь их еще накажут нашими же с вами деньгами. Вот это вообще мне кажется лучшая история. Но знаете, чем силен российский народ? Тем, что он никогда не унывает. Вот реально, все плохо, все как бы вот, ну, не круто. А что люди делают? Они идут и создают игры о блокировках Роскомнадзора. Я зашел в Google Play такой, дааа, нашел парочку и давайте их сейчас прям заценим. Первая наша игра так и называется, Блок Телеграмма. Создана на Юнити, очевидно, третьей ногой в один присест. Хочешь заблокировать Телеграмм? Хочу! И, собственно, погнали. Кликни по значку Телеграмма, чтобы его заблокировать. Давай быстрее. Я блокирую один, появляется еще два-три. Ты прямо как Роскомнадзор. Телеграмм еще работает. Может быть, попробуешь еще раз? Конечно, погнали. Я не понимаю, можно ли выиграть в этой игре. Видимо, суть в том, что выиграть нельзя. И рано или поздно время заканчивается. И снова провал. Ты заблокировал слишком мало IP-адресов. Камон, я буду быстрее. Я готов быть самым быстрым. Давай. Телеграмм еще работает. Ну, в общем, вы поняли идею. То есть здесь выиграть невозможно. Что бы ты ни делал, Телеграмм продолжает работать. А Роскомнадзор терпит в очередной раз неудачу. Вторая игра, вы удивитесь, называется также Блок Телеграмм. И более того, она даже создана примерно в той же механике, но более навороченная. Здесь нам сразу говорят. Таганский суд Москвы рассматривает иск Роскомнадзора, который может привести к блокировке Телеграмм. То есть здесь даже история какая-то есть. Дать возможность Телеграмму защищаться. Вы потеряли половину бюджета. Это более сложный уровень. И, собственно, полетели. Нам нужно нажимать на значки и блокировать Телеграмм. И опять же вы видите, что при блокировке Телеграмма вылетает то Амазон, то ли Гугл. То есть мы с вами попадаем не туда. И чем быстрее мы нажимаем на значки, тем больше у нас бюджет. А сверху у нас показывается информация о том, сколько доступности интернета осталось. Какая стабильность работы Телеграмма, VPN и так далее. Я вам больше того скажу. У нас очень сильно растет Телеграмм-канал. Подписывайтесь на него. Ссылка также будет в описании. И вообще Роскомнадзор провел... Вы заблокировали себя, я понял. Так, тихо-тихо-тихо. Аккуратненько надо. Роскомнадзор провел фантастическую пиар-компанию. Кажется, вы заблокировали Дикси, часть биллингов банков и множество других сервисов. Но Телеграмм все еще работает. Признать вину или не обращать внимания? Конечно же, я же из Роскомнадзора. Камон. Вот так, собственно, и живем. И вы знаете, что самое смешное? Мне почему-то кажется... Да е-мое, я случайно... Ааа, время вышло! Я не заблокировал Телеграмм. Мне кажется, что ребята примерно вот в таком алгоритме и работают. Просто наугад тыкают, куда получится. А там будь что будет. Есть ощущение, что это, знаете, ну какой-то тест. То есть я не верю, что серьезное ведомство, которое получает миллионы бюджетных денег, там работают специалисты, реально расписалось в своей профнепригодности и настолько бестолковое. Есть ощущение, что как бы поводом послужил Телеграмм, а, собственно, тестируют совсем другие вещи. И реально, рано или поздно мы с вами занавес опустим. Привет, Китай! Привет, Северная Корея! Хотя даже Ким Чен Ын сейчас как бы более-менее адекватный. В общем, все не так очевидно. И мы с вами возвращаемся к моей прошлой мысли. Думайте своей головой и всегда оценивайте, кому это выгодно. Лучше бы они воду пили. Сегодня, 30 апреля, пройдет согласованный митинг в Москве против действий Роскомнадзора. Я не сторонник призывать людей ходить куда-либо, но если что, я вас просто проинформировал. Меня в Москве, к сожалению, не будет, я посетить не смогу. Но вот у меня есть ролик, я тоже какую-то информацию донес и какую-то мысль высказал. Мне хочется верить, что точка кипения, она уже где-то близко. И сильные мира сего люди уже тоже как бы немножко устали от того, что происходит. Надеюсь, что история с телеграмом, блокировками и так далее скоро вырулит из пике и займет какую-то адекватную позицию. А самое главное, что вот эти все законопроекты и так далее, и все, что происходит, тоже немножко успокоится. И мы с вами продолжим в нормальном рабочем ритме двигаться в светлое будущее. Потому что то, что происходит сейчас, немножко пугает. Я записываю уже очередной ролик именно потому, что меня эта тема не отпускает. И достаточно серьезно я за ней слежу. И некоторые моменты сложные, но хочется верить, что действительно светлое будущее настанет не таким, как его нам рисует Роскомнадзор. Ставьте лайк, если вы тоже надеетесь, что вся ситуация скоро изменится в лучшую сторону. А с вами был Вилса Ком. Слежу за ситуацией, пью воду и вам советую. И совсем скоро увидимся. Подписывайтесь на канал, здесь много всего разного интересного, как вы могли заметить. И до новых встреч. Пока.